Раньше работодателям уже рекомендовали переводить сотрудников старше 65 лет на работу из дома. Если сфера деятельности не позволяет быть на удаленке, возможность остаться дома на самоизоляции все же есть. Всем, кто попал в группу риска, можно получить больничный на две недели, начиная с 6 апреля. Причем самим заполнять какие-либо документы пенсионерам не потребуется. Работодателю необходимо подать сведения в региональное отделение для назначения выплаты пособия. Все подробности и схема, как должна быть осуществлена передача данных, находятся в памятке страхователю, которая размещена на сайте Брянского регионального отделения Фонда социального страхования. Дальше происходит идентификация данного застрахованного лица, и затем сведения передаются в уполномоченную медицинскую организацию, которая дистанционно оформляет электронный листок нетрудоспособности. В результате сведения о выданном листке попадают в региональное отделение, где и происходит назначение выплата пособия. Расчет пособия для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в стопроцентном размере. За базу берется среднемесячный заработок. Оплата больничного листа поступит гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования. Выплаты будут приходить в течение 7 календарных дней со дня оформления электронного листка нетрудоспособности. Повторно направлять никакие сведения работодателю не нужно. Самое главное, что они должны объяснить своим сотрудникам, которые достигли возраста 65 лет, что им не надо никуда ходить, обращаться. Они должны сидеть дома на больничном по карантину и не нарушать режим карантина. В случае нарушения режима карантина они должны будут вернуть все пособие, которое будет им назначено и выплачено в территориальный орган фонда. Что еще важно, на больничный лист могут рассчитывать лица старше 65 лет. То есть те, кто родился 6 апреля 1955 года или ранее. И те из них, кто на время самоизоляции просто остался дома, а не перешел на удаленную работу. Елена Бочкарева, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск.